Добрый день, уважаемые волгоградцы! Я Александр Крепинук, научно-сотрудник областного проявительского музея. Мы с вами находимся на нашей прекрасной привокзальной площади. Тот фонтан, который символизирует дух Сталинграда, подстроенный собор, который является духовной доминантой. А сегодня, 3 сентября 2020 года, памятный день. Это день солидарности в борьбе с терроризмом. Черное крыло террора коснулось и нашего города-героя. И вот в этом прекрасном здании вокзала прозвучал взрыв. Этот памятный день отмечается в нашей стране в 15-й раз. С 2005 года он учрежден в память о событиях в Беслане, это 1-3 сентября 2004 года. Была захвачена школа, и в результате штурма и действий террористов погибли более 300 человек, из них 186 детей. И каждый год в Беслане происходит в ночь акция зажжения 334 свечей в память о тех душах, которые небо забрало преждевременно. А я стою на территории железнодорожного вокзала города Волгограда, а рядом с этой памятной плитой, на которой написаны следующие слова. Памяти жертв террористического акта на железнодорожном вокзале Волгоград 29 декабря 2013 год. В тот нелегкий год в нашем городе было 3 террористических акта. Осенью, в октябре, в Кировском районе, автобус, где ехали в том числе и студенты Волгоград. В декабре, 29 декабря, взрыв на железнодорожном вокзале, который потряс всю нашу страну и весь мир. Погибло 18 человек, в том числе молодые ребята, сотрудники милиции. И на следующий день троллейбус в Сержинский район накачивается в еще 16 бюджет. Таким образом, черное крыло терроризма коснулось и нашего города-героя. И мы за прошло 7 лет вспоминаем в этот день, 3 сентября, наших земляков, людей случайных, которые пришли просто проводить, или убить, или ездить. И вот террор, с которым боремся последние 20 лет, и по результатам мы можем сказать, что за последние 5 лет террористические проявления в нашей стране уменьшились в 9 раз. Терроров же меньше, погибли тысячи людей, и мы их помним. Помним и невинным жертвам, которые погибли в жилых домах, в больницах, в школах, в метро, на вокзалах. А также мы отдаем дань памяти сотрудникам спецслужб, правоохранительных органов, которые до конца выполнили свой долг.